Здравствуйте, дорогие садоводы-любители! Сегодня 14 октября 2020 года. Вот перед вами плетистая роза, которую я посадила весной этого года. Роза де Толбиак. То есть роза считается первый год в моем саду. Ее нужно вот уже обрезать. То есть тут макушке я уже ей прищипывала. Наросла она где-то метр десять, наверное, таким вот пушистеньким кустиком. Цвела она у меня один раз. Я, конечно, цветочек один посмотрела, а остальные бутоны себе пообрывала. Второе цветение не получилось, потому что я уже вот тут прищипнула все. Ну, что важно для розы, которая растет у вас первый год, не оставлять слишком много побегов. Длину я у нее, конечно, сильно укорачивать не буду. Где-то сантиметров 50-60 оставлю. Ну, по 6, по 7, по 8 почек. Но куст нужно проредить, потому что побегов нужно оставить как можно меньше. Где-то 5-6 побегов оставлю, ей будет достаточно. Сейчас я листики снизу уберу, чтобы ваше время не тратить. Ну, вот более-менее кустик обрисовался, и теперь нам уже видно, что нужно обрезать, а что оставить. Ну, во-первых, нужно обрезать вот такие побеги, которые еще не созрели. То есть они более красные. Обрезаем под углом, чтобы сюда, когда дождик пойдет, влага не попадала. Ну, как бы скаптывался. Так удобнее. Вот эти вот мелкие. Стараемся на внешнюю почку. Здесь у меня получилось на внутреннем, конечно. Но ничего страшного. Весной все это подкорректируем. Убираем вот эти мелкие веточки. И убираем длину. То есть вот тоже смотрим так. Укорачиваем. То есть вот на внешнюю почку куста. То есть нужно убрать балласт у розы, потому что роза еще молодая. Чтобы она благополучно перезимовала, нужно ее как бы разгрузить. Потому что она тратит много сил. То есть эта роза первогодка считается вот в моем саду, как уж правильно сказать. И поэтому я ее буду укорачивать где-то на 5-6 почек стараться. Потому что весной на 3-4 почки буду оставлять, хотя она и плетистая. В этом году я уже так делала. То есть они хорошо нарастают. Корневую систему нужно, чтобы мощная корневая система роза была. А для этого нужно ее разгрузить, чтобы питательные вещества шли именно к корням. А не на созревании, не на выкармливании, как говорится, вот этих вот побегов. Вот это у меня смотрит вовнутрь. Уберу я ее. Здесь вот тоже опять-таки видим, я уже прищипывала ее. Видим, что это красный невызреший побег. Она все равно не перезимует. То есть вот так вот. Оставляем сантиметров 30. То есть я уже делаю так не первый год. Никого не учу, конечно. Вроде получилось в том году. Ну то есть есть у меня и плетистая роза, которому жене по одному году. Вроде все пока получается. Жалко, конечно. Вот листочки, конечно, раньше не убирала. Даже внизу куста оставляла. Вот в этом году болезни как-то прямо-то разбушевались. Вот эту, конечно, тоже я уберу. Что-то эти рогатины не мешают. Потом все это искусственной корой замажу. То есть вот так вот оставляем. Вот эту, наверное, тоже уберу. Наверное, уберу. Также тут вот еще побег у меня. Более такой вот незрелый. Вот эти листочки потом все соберу, сожгу. Вот это все замажу. Ну то есть вот так вот получается. Вы не расстраивайтесь, она растет. Корневая система у нее будет мощная. И все будет с ней хорошо. Ну то есть вот так вот получается. Сейчас я здесь золой подсыплю. Ну сначала, конечно, замажу, подсушу. Золой подсыплю и подрыхлю. Ну то есть вот так вот у меня получилось. То есть так вот теперь до стабильных заморозков и будем ставить укрытие. Сюда я, конечно, еще высыплю. Сделаю холмик из земли. То есть землю, полветра, наверное, где-то ведро высыплю, посмотрю. Так она будет стоять. То есть листочки вот эти не убирая, которые здоровы. Но если они вас чем-то смещают, можно и обрезать. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok